Тумсо, сейчас есть люди, которые восхваляют тирана Сталина. Как считаешь, через 50 лет русские будут так же оболванены и вспоминать Путина с хорошей стороны и скучать по нашему времени? И когда ты получишь доступ к телеграмму, сколько ждать-то? Коту привет, кулкат. Конечно, будут. Через 50 лет будут те, кто будут фанатеть по Путину. И через 100, наверное, будут. Будут, конечно. И по Сталину люди ностальгируют. И по Гитлеру есть те, кто ностальгирует. Всегда это будет. Когда мы были в Грузии... Грузия, чтобы... Те, кто там не был, наверное, чтобы у вас было какое-то представление. Грузия – это такой островок, такой оазис, да? Это оазис свободы, наверное, на территории всего постсоветского пространства. Это место, где, как только ты пересекаешь границу грузинскую, ты моментально попадаешь, ты морально, физически полностью отдыхаешь, потому что ты попадаешь в какую-то атмосферу, где никто тебя не преследует, где нет... Ты не переживаешь о том, что тебя на дороге кто-то остановит, что у тебя спросят документы, там до тебя докопаются, у тебя будут какие-то проблемы. Там вообще нет этого всего. Это настолько... Ты отдыхаешь там... Представляете, настолько поменялось это государство. Оно таким стало только вот после 2000-х годов, когда к власти пришел Саакашвили. При власти Саакашвили, при его команде, Грузия стала кардинально вообще другим государством. Полностью поменяла направление. И во многом, даже в плане свободы и вот ощущения, свободного ощущения, безопасного ощущения, ты... Грузия, она гораздо даже лучше, чем европейские страны. Ты вот в европейских странах не чувствуешь себя так спокойно на улице в отношении полиции. Как ты почувствуешь в Грузии? Полиция в Грузии, вообще власть в Грузии, это твои друзья. Когда тебе нужна помощь, ты обращаешься к ним. Вот настолько там все как бы, да? И вот вы представьте, в Грузии есть люди, сегодня грузины, которые ностальгируют по власти Шеварнадзе. По тому времени, когда просто чтобы из Рустави поехать в Тбилиси, а это километров там 10, по-моему, 15, сейчас по автобану, а раньше не было этого автобана. Чтобы поехать из Рустави в Тбилиси, ты должен был там несколько штрафов заплатить, просто взяток, чтобы тебя пропустили гаишникам. Это было... Грузия была одной из самых коррумпированных стран в постсоветском пространстве. Грузии во многих местах, даже в Тбилиси, не было света, не было газа. Они сидели при... освещая, значит, свечками или керосиновыми лампами и жгли дрова. В Тбилиси, в столице Грузии, в мегаполисе. Это город, в котором есть метро. И тогда тоже оно там было. И в этом городе, туда, где могло добраться метро, в некоторых местах не было газа и света. Вы можете себе представить? И сегодня это развивающееся государство, в котором, как я говорю, да, там проблемы, там бедность. Это не, конечно, в этом плане, в экономическом плане, это не лучшее государство. Но это государство развивается. И в плане власти, отношения власти к людям, вот этой вот какого-то стержня, да, на то, чтобы люди чувствовали себя свободно, чтобы быть правовым государством. Вот это вот все, что там сегодня имеется, это огромный успех. И в этом государстве есть люди, ностальгирующие по старым временам. Из-за того, что у них тогда, благодаря коррупции, они могли зарабатывать больше, чем сегодня, допустим. Вот такие люди бывают. Или они занимали хорошие должности, допустим, при той власти. Сейчас они не имеют никакой власти, они там обычные люди. Но при этом вот они хотят вернуться в тот беспредел. Поэтому, конечно, будут люди, ностальгирующие по Путину. По Кадырову будут люди, ностальгирующие. Я уверен, и такие тоже найдутся. Лысый камазист. Тумсо, после того, как правление Путина и, следовательно, Кадырова сгинет, ты простишь иллюзиониста за все нелестные высказывания в твой адрес? Бог простит, лысый камазист. Бог простит. Кадыровский ичкириец. Ассаламу алейкум, Тумсо. После того, как глава ЧАЭР, герой РФ, сын первого президента РФ, героя РФ, Ахмад Ахаджи Кадырова, Рамзан Кадыров, побрился на лысый со своей свитой, мои годовалые дети попадают в истерику при виде этого братства лысых. Если бы мы были в США, то можно было бы подать на них суд в ЧАЭР извинений. Алексей, всего самого лучшего, Тумсо, привет из Минска. Спасибо, Алексей, благодарю тебя. Микаэль Мусаев. Ассаламу алейкум, брат Тумсо. How are you today? Ва алейкум ассаламу рамзу ла баракату. I'm fine. Thank you today. Баракаллаху фейк, брат. Тухчар. Ассаламу алейкум. Смотрел твой эфир от 19 апреля. Ты привел слова Басаева, якобы те, кто резали заложников, могли бы быть работниками спецслужб и так далее. Они с моего куяна были, большинство из них стали шахидами. Кто-то на пожизненном сидит, кто-то в Европе. В общем, предателями они не были точно. Ва алейкум ассалам. Я помню, что Басаев интервью Бабицкому говорил о каких-то... Вот я сейчас просто, может быть, я ошибся именно в этом вопросе. Тухчар это или не Тухчар. Я не знаю. Может быть, я ошибся. Я, по-моему, и тогда это не говорил с уверенностью. Сказал, что, может быть, я ошибаюсь. Но я помню, что Басаев говорил Бабицкому о каком-то таком моменте. И он сказал, мол, все те, кто участвовали в этом, они сейчас служат, мол, России. Но было ли это о них или нет, я не помню. Возможно, я ошибся. Митрандир Эрландур. Видел красный гематома на лбу. По всей видимости, Кадыров тоже получил молоток прямо в лоб от жены после того, как ты опубликовал фотки с Гужбана. Кстати, многие интересовались, что это у него там. Я в шутку говорил, что это у него рог-то растет. На самом деле, это, конечно, хиджама, это кровопускание. Если кто не знает. Голубой, это у него от поклонов, наверное, у прабабушки моей было такое. Нет, это у него не от поклонов. Можно было бы, конечно, предположить, что это он от поклонов своим божествам, которые он приобщает к Аллаху со товарищей, что он им, поклоняясь, расшиб себе лоб. На самом деле нет, это кровопускание. Когда делают кровопускание, там остается какой-то след гематомы. Виталий Миронов. Тумсо, если тебе сам Рамзан Ахматович передаст лично челлендж, ты бобреешься на лысо, удачи тебе. Это серьезный вопрос, Виталий Миронов, или ты шутишь? Это, знаете, ситуация с этими лысинами еще мне напоминает русскую поговорку, когда, как это было, заставь дурака молиться, он себе лоб расшибет. Вот это ровно такая, знаете, ситуация, потому что Кадыров делает вот эту эстафету, там, челлендж, да? Ведь дальше, вот этим камазистам, там, всяким служащим, там, каким-нибудь телевидением и прочее, в общем. Ведь этим всем людям, не Кадыров говорит, бриться напрямую, понимаете? Это вот уже далее его прихвостни, люди, подчиненные ему, они начинают... Абу Салман, Тумсо, я не даю тебе салам. Наш шейх сказал, что у тебя манхаджни ахалю сунны и что ты кафир. Не первый раз такое слышу от знающих братьев, много доводов было приведено, тут их все не напишешь. Хорошо, Абу Салман, и тебе тогда здравствуй. Субханаллах, сколько лжи ты говоришь. В Ичкерии было все, что угодно. Наркота, женщины с низкой социальной ответственностью и бухло. Но только не ислам и не искренность, и ахсан. В Ичкерии были мушликовские законы и бандиты, говорит. Но тем не менее, факты, приводимые мной, говорят об обратном. Кстати, конечно, у нас были проблемы, и с тем, что ты перечислил, тоже были проблемы. Кроме вот этих женщин с низкой социальной ответственностью. По крайней мере, в таком классическом понимании их, конечно, у нас никогда не было. Но при этом какие-то моменты, безусловно, были. Что касается бухла, было ли оно? Но оно было подпольно. Безусловно, оно будет. Как и наркота, она тоже так же была. И преступность была, и проблемы были. Никто ничего не идеализирует. Вы когда начинаете со мной спорить на эту тему, такое ощущение, как будто бы я что-то пытаюсь идеализировать, а вы пытаетесь мне открыть глаза. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне открывали глаза. Я знаю, что проблемы были. Но при этом была искренность. И по этому времени я поэтому ностальгирую. Это время настоящих мужчин и настоящих женщин. Это время настоящих чеченцев. Это было время становления. Остановление никогда не происходит без каких-либо проблем. Не бывает так сразу, что так по щучьему велению раз, и все стало красиво. Так не бывает. Конечно, были проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok